доброе утро всем мы сегодня снова едем в милан искать новые интересные продолжать искать новые интересные локации это не особо просто но возможно в общем это скажем так такой труд находить их это то чем я сейчас занимаюсь а 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 сегодня с вами как я вам заговорила нет поисках интересных мест продолжаем искать в плане что у меня вообще но это планы я ничего не обещаю я бы хотела лишь сделать различные гайды но как всегда не хватка времени как вы понимаете но вовсе не знаю посмотрим ничего не хочу обещать но хотелось бы но посмотрим как получится или нет что-то создать вот конечно прикольно создавать ваши конкурера было бы свои какие-то продукты свои гайды свои курсы мне кажется это уже какой-то другой уровень когда ты начинаешь создавать свои продукты вот такой вот красивенный дворик значит был найден смотрите какая красота вот 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 мне кстати очень нравится что многие дворики входа именно оплетены виноградом очень красиво смотрятся вот еще один красивый миланский дворик кстати потрясающий цвет обратите внимание да потрясающий цвет здания все так выкрашено реставрировано а это лестница в этом доме очень красиво как вам потрясающе просто смотрится сейчас я пришла в одно интересное место огончарная мастерская она очень известная в милане где изготавливаются различные тарелки и посуда и все делается вроде вручную здесь можно в том числе на свадьбу или на какой-либо праздник или просто так заказать по своему эскизу в общем какую-либо посуду и вам здесь ее сделают если я не ошибаюсь они также работают с известными французскими брендами давайте зайдем и посмотрим внутри как это все выглядит вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, очень интересное, знаменитое, уникальное место Дмитрий Дмитрий В общем, я прям соскучилась С удовольствием сейчас зашла Хочу посмотреть, что здесь новенького продают То, что я сразу вижу, это уже новогодние игрушки Которые, я не знаю, это нормально снимать? В конце октября уже новогодний контент, как вы думаете? Напишите в комментариях Игрушки в Zara, это, конечно, отдельное удовольствие Некрасиво Вот, кстати, шар, да? Но он такой нелегкий Он прям такой тяжелый Тяжелый шар Красивый Это что такое интересное? А, это тоже такие хвостики В виде шишек Венки Мы, наверное, в этом году уже, может, переехали Могу украшать квартиру полностью с вами Все это буду снимать Обязательно какой-нибудь веночек нужно будет купить Красивый Играет музыка Мы уже дома, ребят Хотела вам быстро показать за минутку так чисто, что я взяла Каких-то масштабных покупок не было Но были такие покупки, в общем, приятные в Zara Home Первое, это такие вот тапочки Шикарного цвета Потому что мои старые уже совсем износились Здесь у них такая вот интересная подошва Она как бы не скользкая Вот такие теплые тапочки Приятного такого молочного цвета Мне не очень понравились Здесь такая надпись идет Zara Home В общем, такая вот, смотрите, красота Кажется, под мою эту пижаму Бежевую идеально подойдет Тепленькие, отличные тапки Далее, что здесь у нас? Здесь у нас кофеварка Биолетти Это оригинальная кофеварка Это, кстати, их новая коллекция Мы потом еще после Zara Home Зашли в магазин Биолетти И посмотрели У них они сейчас на первых стендах На первых полках стоят Есть такой молочный цвет Есть нежно-голубой По-моему, есть еще такой зеленый Ну, естественно, я выбрала, как вы понимаете Такой цвет Потому что, в принципе, у нас вся квартира Сделана в таких тонах, скажем так Еще мне нравится чисто классический серебристый цвет этих кофеварок Ну, если не серебристый Я решила взять такую молочную Давайте ее откроем Вот она так выглядит Здесь вообще на две чашки эспрессо Или можно на одну Потом, в общем, разбавлять водой Делать, как итальянцы говорят Аква-спорка Грязную воду Ну, в общем, кто уже как любит Мне очень понравился внешний вид Стоила она 46 евро Кстати, вообще, в принципе, за все Я заплатила, если я не ошибаюсь 92 евро В общем, это очень красивая кофеварка Просто эстетически приятно на нее смотреть В общем, тапки мне тоже очень нравятся В общем, просто красота Вот, ну и третья вещь Это такая подставка Держалка для В общем, полотенец Сухих Салфеток Таких на кухню Вот Она стоила 16 евро 15,99 Тоже она такая вот Интересная Сделана под дерево Вот И здесь такая вот Такой штырь Тоже бежевого цвета Так все это дело выглядит Тоже мне понравилось Как она смотрится Здесь есть такой фиксатор Сбоку Вот Чтобы полотенца эти не раскрывались Ну, в общем, да Мне тоже понравилось Как это все дело выглядит Ну, вот Да, ребят В общем, такие вот Были покупки Тапочки Кофеварка И держалка для полотенец Подставка Ну, вот эта вот Кофеварка Конечно, вообще красота Доброе утро Всем Друзья У нас сегодня Вообще нет солнца Мы сегодня едем на Лан Сегодня будет одна Коллаборация с рестораном И что еще интересненького Сегодня Проходит обалденный рынок На Новидео Большой рынок Антиквариата Я надеюсь После ресторана Мы туда заедем Потому что я хочу Поснимать И для инстаграма В том числе Ребята Подписывайтесь Пожалуйста Если кто Еще не там Зайдем на кофе В новое место Кафе Которое находится Рядом с улицей Монте Наполеона Сант Амброджиус Это историческая Красивая Кафедерия 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 Это Бюр Бюр Не знаю Правильно Правильно я произношу Или нет Евгения Бойера Вот И Ее Непосредственно Менеджер И жена Непосредственно Это Барлота Мишлен Мишлен 2021 Ребята Пришли закуски В общем Это Потрясающий Ресторан Мы здесь Просто В восторге Смотри Какие Мы не запомнили Что здесь Из чего И как называется С этим Нужно быть Осторожными Здесь Смотри Помидорный соус Его можно Производить Это Котлета По-киевски Да Котлета По-киевски Это Бродо Это Соус Здесь Бульон Его нужно Последним Пить Бульон Последним Значит Это Что Это Наподобие Фокаччо Такие Закуски У нас Следующая Подача Нам Предложили Начать Вот С этих Ложек Это Что Бродо Это Какой То Из Лентики Лентики Переводим Бродо Это Вообще Бродо Это Вообще Бульон Бульон Да Здесь Он Как бы Не Жидкий А Получается Красивый Ну Бульон Уже Да В Густом Виде Выглядит Так Поближе Покажем И Здесь Значит Что Здесь У нас Яйцо Которое Спрятано Внутри Сверху Тоже Здесь Различные Бобовые И потом Все это Притрушено Черным Черным Трюфелем Притрушено Черным Трюфелем Как-то Так Значит Нам Объяснили Что Здесь Это чудная Коровка Стоит Не Просто Так На Столе Изначально Потому Что Фамилия В общем Шеф Повара Главного Хозяина Ресторана Происходит Скажем Так В переводе С Голландского Означает Сельский Житель Это Значит Нам Здесь Принесли Это Масло Оно Супер Мягкое Супер Сбито Значит И Здесь Два Кусочка Хлеба Хлеб Они Тоже Выпекают Сами И Делают Сами Они Муку Мука Значит Перетерная Камнем Хорошо Что Ты Здесь Есть Масло Масло Настолько Нежное Практически Мороженое Сейчас Попробую Да В общем Такая Вот История Венец Вене Сира Эмерло Вене Саната 2021 Волюме Волюме Грани Венец У нас Уже Заключительное Блюдо Из Соленых Блюд Потом У нас Будет Три Десерта Значит Здесь Ризотто Да Оно Должно Быть Необычного Вкуса Потому Что Здесь Добавлен Бергамот Как Нам Сказали Бергамот Не Всегда Найти Сейчас Только В этот Период Буквально Конец Октября Начало Ноября Вот Здесь Еще Какой Соус Мы Не Запомнили Что Еще Ну Все Это У нас Дело С Красным Вином Идет Мы Приступаем Уже К десерту Значит Здесь Сорбет Правильно Кусочки Шоколада Из Сицилии Это Рецепт Из Сицилии Когда Шеф Работал В Палермо И Здесь Акомпаниата Все Это Дополняется Таким Бриошем Посмотрим Здесь Есть Какой Это Крем Или Нет Сейчас Посмотрим Мне Кажется Должен Будь Какой Крем После него Должны Быть Еще Каких То Два Десерта Практически Заключительный У нас Десерт Значит Саша Рассказывай Что Ты Понял Я Очень Мало Понял Это Блюдо Которое Готовила Шеф У Его Бабушка В детстве Когда Он Болел Здесь Есть Коньяк Бабушка Наливала Коньяк Она Уздоровливала Все Рецепт Просто Пить Коньяк И Все Будет Хорошо Да Ну В общем Будем Сейчас Пробовать Что Интересное У нас Заключительная Часть Которая Назовается Пиккола Постичерия Небольшая Постичерия Значит Есть Кофе Для Каждого И Пирожные Кстати Это Кусочек Сыра Пармиджану На этих Пирожных Да А вот Эти Яблочки Нам Сказали Нужно Есть Сразу Потому Что Там Какой Тоже Яблочный Сок Экстракт В общем Перемещаемся На рынок Антиквариата В районе Навильо Этот рынок Проходит Раз в месяц Последнее Воскресенье Месяца Сегодня Именно Такой День Стулья Различные Чукой Здесь Только Нет Шикарный Выбор Зайдем Сейчас В один Из моих Любимых Магазинов Здесь Походу Уже Все Готово К Рождеству К Рождеству Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это тянущийся материал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все более просто Все детали спереди Пуговицы Ну и брюки, да Они просто такие стречевые В обтяжку Здесь нет никаких замков Никаких пуговиц Просто классические черные брюки Вот, все хотела вам показать Брюки стоили, по-моему, около 90 евро Тренч, по-моему, да Двести евро Икея, ребята Возвращение блудных детей Домой Мы приехали в этот рай Давайте зайдем Давненько, давненько Прямо праздник какой-то Икея Это тот же диван, ребята Но походу Белого цвета так и нет Год прошел У нас, кстати, будет 1 февраля Год, как мы заехали в нашу квартиру Вот, все сходим Здесь, конечно, эмоции такие Вспоминаем Как мы все выбирали На канале есть влоги Новый дом Открывайте плейлист Смотрите Такие влоги уютные, классные Да, я помню Просто искала Я хотела такую модель дивана Из Икеи, белую Но ее не было Короче, по итогу Не судьба была взять ее За 1300 Здесь просто какой-то рай Пластиковых упаковок Различных емкостей Вообще, я, конечно, сейчас Саша Славевна сказала Говорю, я вспоминаю Как год назад Когда мы покупали мебель В Икеи В Зарахом Различную У нас квартира Кто смотрел те видосы Знает 50 на 50 Стала на Икеи 50% в Зарахом И я помню Были люди Люди, которые хейтили Икею Она воняет Она рассыпается Качество здесь Ну такое себе И я просто Ну как бы Ну я не то что знаю Это факт Эти люди Они не зарабатывают Даже на Икею Ну то есть Они не зарабатывают Даже на Икею Потому что тот Кто зарабатывает Хотя бы купить что-то В Икеи Какую-то мебель Сам Скажем так Да Тот никогда в жизни Такое не будет говорить Ну а если будет То конечно Нет большого ума Мой любимый отдел Освещения И сейчас Ребята Мы с вами Здесь возьмем Одну лампу Домой Все А потом Все наши покупки Я вам покажу Когда мы уже Будем дома Наверное Ёлки от Икеи У нас кстати Есть Ёлочка Одна Такая Искусственная Но мы будем Думать еще Что мы будем Делать в этом году У нас будет Первое Рождество Первого Нового Год В нашей новой Квартире В общем Мы очень Excited Как сказать И да В общем Как вы видели Уже в этом влоге Мы смотрели Обалденные ёлки В магазине В другом Милане Ну там конечно Разная цена Потому что Здесь такая 129 А в том Магазине Ёлочки были По 700 И по 900 Ну там конечно Да Они более пышные Естественно Здесь менее пышные Но здесь тоже Неплохие Вы знаете Мы скупились На 77 евро Ребята У нас оставались Деньги на карте Потому что Мы делали возврат В общем Когда мы тогда Заезжали В общем да На 77 евро Что именно Купили Покажу дома Сейчас как приедем С лампой Кстати Не сложилось Так Ребята Мы дома Делаем распаковку Небольшую Было куплено Все только Самое Необходимое Значит С лампой Кстати Не сложилось Потому что Не было продавца Мы ее так Не нашли В общем Другой раз Значит Ремпеля Не понимаю Была докупить Для меня И для Саши Значит Здесь свечи И такая вот Подставка Я их скомбинирую Два И по бокам Будет четыре Потому что Здесь кстати Такие маленькие Потому что Красивый И в принципе Новогодний контент Сам себе Не сделает Ни на ютуб Ни в инстаграм Его нужно Организовывать Далее Значит Это тоже Потом Мы с вами Будем готовить На видео Имбирное Печенье Мне надо Будет заказать Еще Такие Вот Формочки Это Глинтвин В общем Мы его Решили Взять Потом Как Наступит Время В ноябре Декабре Вварить Его Точнее Он уже Готов Но Можно Будет Разгреть Это Вино И Добавить Может Еще Апельсина Что То В общем Будем Смотреть По вкусу И Здесь Таких Два Ножа Они Одинаковые Это По-моему Закупка Была Сделана Цену Я вам уже сказала